Из Донецкой области почти за месяц эвакуировали больше 9 тысяч человек. На момент полномасштабного вторжения постоянно проживающих жителей на территории подконтрольной украинской власти Донецкой области, это примерно две трети территории, по состоянию на 24 февраля проживало 1 миллион 670 тысяч населения. Сейчас около 350 тысяч жителей осталось на 45% контролируемой территории. То есть фактически большинство территорий и все города и уцелевшие, которые еще даже в условиях военного времени существуют и функционируют, они находятся под контролем украинской власти. Во многих городах уже сейчас нет воды, света и газа. Техническую и питьевую воду привозят спасатели. Такая ситуация в частности в Торецке, Константиновке, Доброполе и некоторых районах Покровска. Власти призывают эвакуироваться, в том числе потому, что из-за перебитого газопровода в регионе не будет отопления. Это с водой уже давно проблемы. Это с самой зимы проблема. А летом вообще была проблема ужасная. Очередя стояли за водой очень большие. Жара 40 градусов, а куда ж люди. Ходим и в балку по воду в другой раз, когда не стреляют и выручают здесь воду. После вторжения России, то есть за полгода, в Донецкой области, по данным властей, погибли 764 жителя. Почти 2000 человек за это время получили ранения разной степени тяжести. За минувшие сутки полиция также сфиксировала жертвы среди гражданских и разрушение жилого сектора. Например, в Северске были повреждены 4 дома. Украинская армия ударила по оккупированной Кадьевке. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай. По его словам, в результате атаки погибли 200 российских десантников. Гайдай рассказал, что удар нанесли по гостинице «Донбасс» с помощью систем «Хаймарс». Якобы там российские военные базировались с 2014 года. В так называемой ЛНР подтвердили удар по Стахану. Вот так сепаратисты называют Кадьевку. Но заявили, что ВСУ выпустили по городу 10 ракет из «Хаймарса». А данные о пострадавших и разрушениях все еще уточняются. Отмечу, в условиях войны оперативно мы не можем проверить информацию сторон. Россия замедлила наступление из-за своих неудач, а не из-за того, что хочет уберечь гражданское население. Об этом заявляют в разведке в Великобритании. В своем новом отчете они называют дезинформацией заявление Сергея Шойгу о том, что Россия якобы замедлила военную кампанию, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданских. Британские разведки также упомянули удар российской армии по ЖД-станции в Чаплина 24 августа, в результате которого погибли 25 мирных жителей, среди них двое детей. В отчете говорится, что это демонстрирует то, что Россия готова допускать жертвы, если видит военные преимущества в том, чтобы наносить ракетные или артиллерийские удары. В Лондоне заявляют, что российское наступление замедлилось из-за низкой эффективности подразделений и ожесточенного сопротивления украинской армии. В отчете также говорится, что с высокой вероятностью Владимир Путин уволил по меньшей мере шесть генералов за то, что они не смогли организовать быстрое продвижение в Украине. Россия создала 21 фильтрационный лагерь на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в докладе исследователей Ельского университета. Используя информацию из открытых источников, они обнаружили местоположение больше 20 подобных лагерей на оккупированных территориях. Исследователи пришли к выводу, что Россия создала целую систему фильтрации для так называемой сортировки украинцев. Она состоит из четырех категорий. Это пункты регистрации, места, где содержат людей, которые ее ожидают, следственные изоляторы и тюрьмы. Авторы доклада пишут, что украинцев там пытают и содержат в условиях антисанитарии нехватки еды и воды. Сколько именно гражданских прошли через лагеря или до сих пор удерживаются в них, исследователи установить не могут. В Кремле же, несмотря на множество доказательств, отрицают, что задерживают и пытают украинцев на захваченных территориях. Исследователи Ельского университета требуют обеспечить доступ независимых наблюдателей к этим пунктам. В оккупированном России Энергодаре продолжаются пожары. В этом городе находится Запорожская атомная электростанция. Мэр Дмитрий Орлов заявил, что на месте работают три отряда спасателей, но из-за обстрелов и продолжающихся возгораний они не справляются с тушением. Проект «Схема» опубликовал спутниковые снимки, на которых видны очаги возгорания в лесу недалеко от Запорожской атомной электростанции, а также дым на ТЭС, который расположен совсем рядом. Вчера после очередных обстрелов и возникшего пожара последняя линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины дважды отключалась. Как следствие, впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети. В оккупированных Энергодаре, Мелитополе и Херсоне на некоторое время пропадал свет. Президент Украины заявил, что Запорожская атомная станция была в шаге от радиационной катастрофы. Сразу работали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самей станции, поддерживать ее после остановки. Свет должен понимать, какая это загроза. Если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блок-аута не работала автоматика и наш персонал станции, то мы бы сейчас уже были обязаны додать последствия радиационной аварии. По последним данным, ЗАЭС возобновила соединение с линией, которая идет от соседней теплоэлектростанции. Но при этом все шесть энергоблоков все еще отключены от сети. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии со ссылкой на украинские данные. Окупационные власти области предполагают, что энергоснабжение Украины могло быть прекращено. При этом украинские чиновники говорят, что оно идет нормально. МАГАТЭ в последние дни готовит миссию с проверкой на станцию. Советный министр энергетики Украины Елена Зелькаль заявила, что визит запланирован на следующую неделю. В Риге завершился демонтаж памятника советской армии. СНУС занял в общей сложности трое суток. Сначала была демонтирована скульптурная группа, изображающая солдат красноармейцев и богиню победы Нику. А накануне была снесена стелла высотой 79 метров. Ее демонтаж длился около семи часов. Работы обошлись в 2 миллиона и 100 тысяч евро. Из соображений безопасности власти перекрыли улицы. Полиция призвала противников с носа не собираться у монумента. За три дня демонтажа, тем не менее, были задержаны около 25 протестующих. Мемориал возвели в 1985 году. Часть жителей Латвии считают его символом советской оккупации страны. Дискуссия о необходимости снести памятник началась после вторжения России в Украину. В мае Сейм Латвии отменил действие договора с Россией о взаимном сохранении мемориальных объектов. А в июле постановил снести памятник в Риге. Действия властей Латвии в российском МИДе назвали недружественными. Это были главные новости к этому часу. До встречи.